А голос Паши Лобанова, слова от пули снегопада, это чертовы потрошители истории 21 века. Еее, поехали! Храм тысячи столбов. В этот раз мы будем рассматривать именно эту архитектуру, которая сквозь сумерки сторожевые готова всех облаять. Ведь это настолько удивительное сооружение, что даже уважаемая Ольга Вдовина должна отложить в сторону свои рукодельные подделки и вместе с нами размышлять. Ведь это ее профиль проверять, могли ли такое великолепие создать палкой-копалкой и камнегладилкой. Или все же стыдно такое произносить вслух умным, казалось бы, людям, уважающим свое имя и ремесло. Это здание вообще просит мозг выйти из головы, ибо там мало места для стольких мыслей. Просто шедевр и что-то невообразимое. Но для начала давайте прежде, чем перейти к интересному, почитаем скучное, то есть официальное описание. Его длинным не хочется видеть, так как сути там нет, но все же прочтем. А потом противопоставим этому описанию слова от Правин Махана, которые в лучших традициях батла сами поставят к расстрельной стенке официальное описание вопросом, так что в них правда. Итак, храм «Тысячи столбов» – это исторический индуистский храм, расположен в городе Ханамаконда, штат Телангана, Индия. Он посвящен Господу Шиви, Вишну и Сурье. Храм «Тысячи столбов» с его руинами находится недалеко от шоссе Ханаконда в Арангал в штате Телангана. Примерно в 1050, а вот и нет, всего лишь в 150 километрах от города Хайдарабад. Храм является одним из прекрасных и самых ранних доступных примеров искусства, архитектуры и скульптуры Какатия. Он был построен Рудрой-девой и назван в его честь как «Храм Шри Рудрешвары с вами, с верховным божеством Рудрешвары в 1163 году н.э. в стиле поздней Челукьяна и ранней Коготийской архитектуры, звездообразной и трехслойной. Храм – прекрасный образец архитектуры и скульптуры с тысячью столбов. Богаторезные столбы, перфорированные ширмы, изысканные иконы, вырезанные в скале слоны и монолитной долеритнанди, как компоненты храма, укрепляя основы, как техника песочницы. Мастерство скульпторов Какатия появляется в искусственном мастерстве и безупречной технике резьбы по слоновой кости. Изобретательность скульпторов Какатия проявляется в таких, как токарный станок и блестящая полировка в скульптурах из долерита и гранита, а также в ремесленных работах Навы Раны Гамандапы. Это описание, само собой, из Википедии. Что в нем интересного? Это, наверное, только два слова. Где, как будто бы сквозь зубы процедили токарный станок? Так чем занимается ученый антропогенеза? Загоняли бедную Олю в Довину? Ой, как загоняли! И непонятно зачем. Дескать, делай вазу с диоритов всем, что под руку попадется. Если эти ученые ленятся изучать науку, то хотя бы в Википедию почитали бы, что ли? Ведь вроде как написано коротко, что раньше трудились за токарными станками, а не палкой-копалкой долбили гранит. Но это ведь полбеды. Ведь что там такое токарный станок-то? И как его сделать? Если кто-то за ним работает, поразмышляйте. Дальше. А откуда подается кинетика? Каковы приводы? Неужели ученым придется признать, что в 1163 году были электростанции? Или паровые установки? Или от водяного привода? А может, от ветра? А может быть, гигантские 50-метровые люди нажимали на педальки? И нам от одного нажатия этой педальки сразу полмесяца можно было бы целый город топить от генератора? Тогда нужно признать, что еще и от электричества не зависели в прошлом, как сегодня. И это еще полбеды. Что такое токарный станок? Токари, вам вашего станка хватит, чтобы выточить такую громоздкую деталь, как большая колонна? Но мы говорим, если верить официальной датировке, не за наш век, а за 1162 год. Переходим к словам от Правин Мохана, который говорит следующее. Привет, ребята! Сегодня мы собираемся взглянуть на одно из самых странных древних мест в Индии. Это храм Тысячи Столбов, которому не менее 750 лет. На первый взгляд он выглядит как обычный храм. Но в этом храме есть нечто принципиально иное. Потому что между каменными блоками в стенах этого храма вообще нет видимых стыков. Это большой храм, но посмотрите внимательно. Когда я иду от земли к вершине, вы видите какие-нибудь стыки? Это заставляет людей задаваться вопросом, сделан ли весь этот храм из одной твердой скалы, как храм Кайласа. Но археологи подтверждают, что на самом деле он сделан из множества каменных блоков. В 1300 году армия мусульманского короля Алладуина Халджи пыталась снести этот храм. И они вынули многие каменные блоки с земли и потолка, потому что их было легче разобрать. Но они не могли разобрать блоки на стены. Если вы посмотрите на пол, это новые каменные плиты, размещенные отделом археологии. И вы увидите, как эти блоки слабо связаны между собой. Если сравнить современную каменную кладку с древней техникой, современные технологии кажутся довольно примитивными, потому что хорошо видны стыки. Итак, почему этот храм называется Храм Тысячи Столпов? Большинство посетителей задаются вопросом, почему он известен как Храм Тысячи Столпов, потому что в нем нет Тысячи Столпов. Он назван так потому, что состоит из тысяч каменных блоков. И именно поэтому используется и это название. Но даже в самых сложных храмах, таких как Храм Ле Пакши, мы можем видеть явные следы стыков между блоками. Но в этом храме стыки не видны. Примечательно то, что для соединения этих блоков не использовался цемент, раствор или клей. Как древние строители много веков назад смогли достичь такого необычайного уровня соединения? Какие технологии существовали и как был построен такой храм? Базовая технология такова. Древние строители создали сложную систему замков, по крайней мере, с дюжиной различных разрезов в каждом каменном блоке. Эти сложные разрезы максимально увеличивают площадь поверхности, разделяемую соединительными блоками, и создают чрезвычайно плотную посадку. Это достаточно сложно сделать между двумя каменными блоками, но представьте, что вы используете несколько каменных блоков со всех сторон, и сколько разрезов потребовалось бы, чтобы соединить 4 или 5 блоков вместе. Я имею в виду, что это просто необычная технология. Это можно сделать на дереве, но как много веков назад им удавалось сделать эти пропилы на больших каменных блоках? Выполнение этих разрезов – это одно дело, но уровень точности, позволяющий сделать эти стыки невидимыми, может быть достигнут только с помощью современных станков. Мы ясно видим, что построить массивный храм без видимых стыков примитивными инструментами невозможно. Использовали ли древние строители инструменты для резки, сверления и полировки, как сегодня? Если да, то есть есть ли у нас доказательства наличия этих инструментов в самом храме-то? Как насчет этих резных фигурок, напоминающих современные инструменты для сверления и полировки? В большинстве храмов мы обычно видим резные фигурки богов, но в этом храме мы можем увидеть эти инструменты, как резные фигурки с конической полосатой вершиной и длинным стержнем, что удивительно похоже на современные насадки инструментов. Просто сравните эти резные фигурки с современными насадками. Согласитесь, есть сверхъестественное сходство. Это совпадение или древние строители использовали инструменты, как и мы, для создания этой точной системы блокировки? Столбы в храме подтверждают, что на самом деле использовались сверлильные станки. На этих столбах просверлены очень маленькие отверстия. Мой друг изо всех сил пытается пропустить нить через маленькие отверстия, но эти отверстия слишком малы даже для нитки. Священник рад был нам помочь. Он берет что-то тоньше нитки и успешно вставляет в эти дырочки. Если вы думаете, что эти резные фигурки не являются сверлами, как вы объясните такие крошечные отверстия, вырезанные на столбах? Как вы объясните строительство целого храма без видимых стыков? Были ли они созданы с помощью современных машин или простых инструментов, таких как долото и молоток? Пожалуйста, дайте мне знать свои мысли в разделе комментариев. Конец цитаты. Согласитесь, это что-то невообразимое, такая сложная и тонкая работа. Строители, что вы скажете? Кто больше прав имеет сказать тут? Вы или историки? Или историки, разве вам не интересно узнать, как такое чудо было воздвигнуто? Хотя, если вам надо кормить семью, а для этого нужно получать зарплату, а для этого нужно говорить то, что вы говорите, скорее всего, многие из вас сказали бы примерно следующее. Я все расскажу, как только прекратится финансирование. Удачи, как бы ни было поздно. Утверждается, что для Мандапы высотой 9,5 метра было использовано 2500 скульптур уникального камня. Интересует, конечно же, нас всегда фундамент. Говорят, что он 6 метров. Вы представьте, что это за размер? Но фундамент ли это или на самом деле здание под землей, вопрос еще тот. Ведь сколько ни ищите, вы не найдете свидетельства, что археологи копнули там на такую глубину и дарыли до основания. С вами были слова от пули снегопада и голос Паши Лобанов. Ба. Субтитры создавал DimaTorzok